это четвертое видео для людей которые далеки от сайтов которым я создал сайт возможно возможно другие исполнители создали сайт на joomla и которые нужна информация о том как обслуживать свой сайт то есть это делать резервные копии сайта обновления сайта потому что это делать нужно очень самый минимальный самое важное знание меня зовут федор васильев и подробности в этом видео это видео конечно только владельцам сайтов на joomla если вы владельцы сайта на wordpress это видео не для вас про wordpress видео было у меня предыдущая то есть эта серия уроков из четырех уроков именно людям которые владеют сайтами но далеки от сайтов то есть вы у вас есть бизнес вот вам сделали сайт но вы должны знать элементарные вещи по обслуживанию сайта обновление сайта бэкап сайта и другие моменты в этом видео поговорим именно по joomla если вы не смотрели предыдущие уроки обязательно посмотрите первое что мы делаем это резервная копия сайта я рассказал а как сделать резервную копию сайта это та копия сайта когда у вас все работает да все в порядке где ее хранить как восстанавливать сайт обязательно очень важный урок посмотрите его резервные копии делаются с разной периодичностью зависимости от сайта вот вы например ваши зашли в админку сайта вы видите у вас появились обновление вы хотите обновиться или не хотите но это нужно делать сейчас тоже это объясню перед обновлением как раз обязательно делать резервную копию сайта потому что при обновлении сайт может сломаться если у вас не будет под рукой копия сайта когда она была в рабочем состоянии вы можете попасть на деньги то есть вам придется опять звонить вашему мастеру который вам делал сайт если вы дозвонить вообще до него или искать другого человека и полюбом за это придется платить за восстановление но если у вас будет резервная копия вашего сайта когда он был в рабочем состоянии вы сможете сами восстановить сайт не платив деньги и причем это сделать самостоятельно абсолютно далеким быть от сайтов от всего этого но это вы сможете сделать сами итак если я вам делаю сайт естественно я не сдам вам сайт с какими-то обновлениями естественно я все сам обновлю если на этот момент будут свежие обновление сайт у вас будет абсолютно так сказать свежий без обновлений обновление потом придут позже зачем придут эти обновления и как они приходят и зачем их обновлять объясняю разработчики самого движка джумла выпускает обновление обновление потому что они выпускают заплатки это закрытие дыр так называемых через которые могут проникнуть там хакеры на ваш сайт в обновлениях могут присутствовать исправление ошибок движка потому что в любом случае они находят ошибки исправляют в любом случае всегда есть какие-то ошибки в движке самое интересное что могут выпускаться какие-то новые функции опции возможно полезны даже для вашего сайта поэтому нужно обновлять также если вы используете на вашем сайте используются сторонние расширения это интернет-магазин форум конструктор страниц все что угодно обычно всегда на всех сайтах используются сторонние решения они будут тоже ниже помечаться что доступны какие-то обновления это разработчики тоже их обновляет и там тоже самая история тоже закрытие дыр улучшение производительности исправление ошибок добавление новых функций это тоже нужно обновлять но если смотрите зависимости от сайта если у вас какой-то лендинг или сайт несколько страничной скажем так и на нем ничего не происходит вот вам его сделали в этот адрес сайта напечатали то на визитках везде распространили вообще занимаясь другим бизнесом и вам сайт нужен просто как лицо представление вашего бренда в интернете да но вы туда не заходите сайт никак не наполняется вам сделали все тогда нужно делать резервную копию сайтом например раз можно в три месяца раз там в полгода то есть вы резервную копию сайта сделали и больше на сайте ничего не менялось у вас вы заходите 1 3 месяца раз полгода только чтобы произвести обновление до backup у вас уже есть но если вдруг вы на сайте что-то еще внесли добавили текст изменили там политику конфиденциальности добавили статей или еще что-то тогда вам надо сделать еще одну резервную копию сайта скачать ее на компьютер храните на компьютере на всякий случай после этого мы с вами обновляем все что нам джума предложил обновить вот такая вот краткой информации теперь первое что вы делаете когда вам исполнитель сдал сайт например я даже если вам создал сайт вы со мной там расплатили сайт готов я вам отдаю полностью админку пароль логин и первое что вы должны сделать это изменить логин и пароль чтобы даже я не знал от админки сайта потому что были у меня ситуации когда сайт ломался были конфликтные ситуации с клиентом и клиенты и думали и даже говорили об этом что возможно я мог зайти специально в админку сайта и сломать его потому что они пароль не изменили к админке чтобы на этом как бы еще заработать вот чтобы исключить такие ситуации я вам настоятельно рекомендую убрать этот пароль то есть поменять на свой во первых вы будете точно знать что это не исполнитель вам сайт сломал что возможно при обновлении как-то сайт сломался или еще какие-то другие причины обязательно это нужно сделать также если вы давали доступ от хостинга это c-panel хостинга любые данные от хостинга это ftp данные вам придется тоже там все пароли поменять хостинг у всех разные панели разные поэтому если вы не знаете как это сделать нужно будет обратиться в техническую поддержку вашего хостера и поменять там все данные и сейчас я вам показываю первое сначала мы меняем пароль как это делается а потом мы обновляем если обновление есть но в данном случае у меня на моем тестом сайте обновления имеются то есть допустим вот сайта разработчик вам сдал вы переходите пользователи менеджер пользователей здесь может быть один пользователь несколько пользователей вам нужно именно найти вас как администратора именно как вы авторизовались под этим сайтом логин и пароль но в данном случае здесь только один пользователь здесь то есть может быть список пользователей вот вы видите что это мой email супер юзер эта группа пользователей с максимальными правами вы просто кликайте по названию имя супер юзер вот это можете для себя имя фамилии свое вообще просто написать обязательно смотрите пароль логин логин в принципе тоже можно здесь поменять но я его не буду менять просто поменяю пароль например пароль поменяли пароль конечно желательно придумать сложный мл если разработчик вам сразу не внес сюда свой mail ставьте обязательно своему не забудьте пароль повторить еще раз мл я поменял и нажимаем здесь сохранить кэш успешно очищен профиль пользователь успешно сохранен все с этого с этого момента исполнитель не сможет попасть в админку сайта не забудьте про хостинг я рассказал по поводу периодичности когда нужно делать резервную копию сайта но я не сказал для сайтов если у вас какие-то динамические сайты интернет-магазина где у вас частенько вы выходят новые товары или это блок в частенько выходят новые статьи и подобные сайты тут уже зависимости от того как наполняется сайт возможно бэкапы делать нужно раньше возможно там уже конечно вас будет команда людей которые будет какой-то человек который будет этим заниматься но если вы будете делать все сами значит при таком раскладе раз в неделю можно делать бэкап сайта выкачивать его на компьютер там его хранить узнаете у своего хостера возможно хостер сам делает периодичность бэкапов но этим бэкапом я из своего опыта не совсем так и доверяю потому что были случаи что эти бэкапы были некачественные это значит что с такого бэкапа вы не сможете восстановить сайт это очень опасно плачевно и лучше делать бэкапы самостоятельно смотрите эти мы моменты изменили все а теперь когда вы будете входить в админку вот сюда до логин и пароль у вас уже будет свой вот именно от этого окна от этой страницы мы только что поменяли логин и пароль теперь если имеются обновления но они у вас появятся позже да как их обновить во первых вы можете их отсюда даже не увидеть здесь так вот в джумле это есть если вы будете находиться где-то на странице настроек или где-то в статьях видите мы не видим сверху вот этих обновлений но во первых джумла на почту присылает уведомление что есть обновление джуму если конечно вам исполнитель не отключил этот плагин потому что в джумле это этим занимается специальный плагин если его отключить то уведомление не будут к вам приходить вы переходите смотрите в панель управления и только вот здесь по сути и видно да что у нас что то есть обновилась но также можно вот смотрите вот здесь видеть меню кликнуть джумла обновление и увидеть что вот у меня сейчас текущей версии 3925 она уже свежая версия джуму 3928 это же самое плагины какие используются можно кликнуть вот на эту ссылку и увидеть все то что требует как бы обновить порядок обновлений конечно мы обновляем сначала ядро джуму если джуму тоже нуждается в обновлении то мы сначала обновляем джуму и также кстати обновление можем может быть и не видно хотя вы точно знаете что обновление у джуму есть вы кликайте вот на эту кнопку обновить сейчас здесь можно нажать очистить кэш но вот эта кнопка на самом деле это уже сторонний плагин такой кнопки вас может не быть тогда вы очищаете кэш вот отсюда очистить весь кэш и нажимаете потом проверить обновление вот обычно это срабатывает и показывает что действительно обновление есть можете обновляться резервную копию сайта мы сделали видим что джуму надо обновить нажимаем здесь на кнопку установить обновление Обычно процедура обновления Joomla протекает быстро. И я не помню из своей памяти, что Joomla третьей серии при обновлении ломала сайт. Да, бывали случаи, когда по каким-то причинам обновление не проходило. Вот как сейчас в данном случае у нас все прошло. Но бывало здесь подсвечивалось красным, что что-то там не обновилось. Но при этом сайт не ломался. Если сайт сломается, то и админка по сути вот так вот не будет выглядеть. Вы не сможете в админку попасть. И сайт будет не работать. После успешного обновления очищаем кэш и обновляем страницу фронтальной части сайта. Мы должны посмотреть, все ли в порядке. Обычно какие-то если ошибки есть, то они наверху показываются. И вообще сайт может не открыться, если сайт у нас сломается. Если сайт сломается, смотрим урок о том, как восстановить сайт с бэкапа. Дальше мы переходим опять к панели управления. И сейчас мы увидим, что наш по сути движок обновлен. И мы видим, что у нас остались только обновить плагины. И вот теперь мы приступаем к обновлению плагинов. Здесь я рекомендую поштучно обновлять, если у вас тоже несколько обновлений каких-то ваших плагинов. Потому что какой-то плагин, возможно, вдруг сломает сайт. И мы сможем сразу выяснить, какой из них. То есть мы можем вот так вот все выделить и нажать обновить. А я рекомендую вам поштучно обновлять. То есть получается, например, тут даже бывает файл локализации Joomla, который, в принципе, никак на сайт не сможет навредить. Поэтому мы можем, например, вот это у меня расширение. Вместе с локализацией, например, нажму обновить, пускай сначала он обновится. Сразу показывает, видите, вот два обновления успешно завершено. Также можно сайт обновить, проверить, все ли в порядке. Погулять по страницам, если все нормально. Обновляемся дальше. И так далее. Но я обновлю сразу все. Все, обновлений вроде как больше нет. Иногда вы можете видеть вот такое вот предупреждение. Для некоторых расширений отключены серверы обновлений. То есть вот здесь они не показываются. И нам предлагают перейти там сюда, посмотреть их здесь, какие есть обновления. Ну вообще я не знаю, я не привык этим пользоваться. Вот никогда этим не пользовался. Я всегда знаю, какие расширения у меня стоят на Joomla. И я всегда мониторю или сайты разработчиков, или еще что-то, где я точно знаю, где я увижу, что есть обновления. И если у этого расширения обновлений здесь не появляется, то тогда я просто скачиваю обновление с сайта разработчика и просто перехожу вот так вот установить. И поверх уже имеющегося расширения только прошлой версии, вот отсюда, просто накатываю сверху новое расширение. Также и шаблон обновляется, и все расширения также могут обновляться просто поверх, отсюда, вот с этого окна. Это вам тоже так к сведению. На этом серия уроков из четырех уроков я заканчиваю. Я постарался рассказать самое важное и не нагрузить вас информацией, потому что эти уроки были направлены именно людям, которые далеки от сайтов и не хотят разбираться в этих сайтах. Они заказали сайт, они хотят, чтобы у них были сайты, но они не хотят в них так сильно углубляться. И для тех людей, кому как бы нету людей-помощников, кто будет заниматься сайтом, вам придется самим эти сайты обслуживать, если вы хотите, чтобы они всегда-всегда были работоспособны. Вот я надеюсь, что эти уроки вам помогут следить за сайтами, чтобы они всегда работали и всегда были свежие обновления, установлены вовремя. Субтитры создавал DimaTorzok